всем привет это снова блог спорта день за днем с чемпионата европы и по-моему это даже в какой-то мере символично что именно в санкт-петербурге решилась судьба сборной украины который все таки сыграет флев евро 2020 с чем я их поздравляю и мне кажется это отличная возможность закопать топор войны между странами надо поддерживать мне кажется друг друга потому что выход украины плей-офф по большому счету он не отличался бы если бы при точно такой же бы игре сборной россии все таки заняла третье место в группе и вышла бы тоже плей-офф то есть я думаю что такой успех надо воспринимать точно так же если бы это сборная россии сейчас с такой игрой какой-то показала с теми же с тем же количеством очков которые набрала тоже вышла плей-офф и на самом деле между нашими командами хоть сейчас и принято похваляться и наверняка сейчас будут многие говорить что вот сборная украины дескать все-таки вышла плей-офф россия нет а значит она лучше мы и кажется мы увидели что россия и украина находится примерно на одном уровне может быть украина показывает более атакующий футбол что более привлекательно болельщикам но глобально мы не так сильно отличаемся наши страны больше похоже чем отличаются друг от друга и мне лично не понравилось что перед турниром много обсуждали например форму сборной украины ну это это не красит и по потом во время турнира на украине вроде как даже бесплатные пиво наливали за каждый гол который сборная россии пропускала чемпионате европы мне кажется это это неправильно потому что даже если взглянуть на результаты наших сборных на чемпионатах европы у них много общего сейчас мы и украине россии и украина набрали по 3 очка одержав победу на теме киноз кем должны были и проиграв тем кто кому очевидно должны были проигрывать и в решающем третьем матче тоже допустили осечку и проиграли тому у кого вроде как надо было все таки вырывать какие-то очки но даже если посмотреть прошлые турниры на евро 16 россия заняла последнее место в группе с одним очком украина тоже финишировала последние тогда причем вообще без наборных очков хотя там было поражение от германии потом от северной ирландии и польше ну то есть я не знаю разница не такой большой евро 12 года где украина была вообще хозяйкой турнира опять-таки одинаковый результат третье место в группе тогда еще было не 24 участника 16 и и уж вот тут то точно можно было бы выходить на все таки не удалось так что мне кажется что пора перестать лаять друг на друга из-за забора и лучше потратить энергию на то чтобы научиться чему-нибудь у соседей вот потому что нам определенно есть чему поучиться и сплотившись и поддерживают друг друга у нас мне кажется больше шансов и на чемпионате мира добиваться успеха такого хотя бы как например чипчет финал чемпионата мира и на чемпионате европы добиваться большего чем просто выход из группы третье место забираться куда-то повыше я буду переживать сборную украины и призываясь тоже поддержать команду может быть сейчас футболисты и вся команда находится в не очень хорошем правильном состоянии настроен но для сборной украины это это реально второй шанс это не заслуженный выход но это второй шанс которым можно можно все вернуть и можно поменять отношения себе хотя бы своих болельщиков а надеюсь что и российских тоже удачи украина вперед vale ну Продолжение следует...